всем добра демоны есть такая профессия раскадровщик чаще всего это художник который разбивает какую-то историю на кадры и прорисовывает их последовательность чтобы нам было не только интересно слушать но интересно эту историю смотреть про одного такого нила макгауэра художника из великобритании я уже рассказывал он работает над многими голливудскими фильмами а также над видеоиграми в том числе он работал над всеми играми первой части антологии темных картинок и над за кори посмотреть эти раскадровки иногда бывает довольно интересно можно узнать как та или иная история была задумана в самом начале и сравнить с тем что в итоге получилось я уже разбирал карьеры дом пепла пришла очередь little hope из около 30 доступных листов с раскадровками по этой игре удалось узнать несколько довольно интересных деталей например из эскизов отчетливо видно что тейлор самом начале была не девушкой а парнем у игровой тейлор осталась такая же короткая прическа а вот сережка в левом ухе исчезла анджела тоже выглядела несколько по-другому у нее не было очков и вообще она выглядела скорее как велма динкли из кубиду хоть и без очков но в таком же свитере с большой горловиной видимо подобное сходство главе студии супермассив геймс не очень понравилось очки анджели вернули но из-за учки сделали престарелую модницу это прогулка убила мне одежду это главная новость твоя одежда правда эти шмотки наверное стоили больше чем ты заработал в жизни по-другому должен был выглядеть и судья томас уайман который вел суды над ведьмами у него была вполне европейская внешность что выглядело более достоверно чем судья азиат об отношении к азиатам в америке 17 века я рассказывал в ролике про грехи в little hope если интересно то можете глянуть по ссылке прикольно и реакция мэри на один из вариантов развития финального судебного заседания через куклу мэри призывала дьявола дабы служить ему мы были обмануты дитятей ее личиной непорочности куклу должны истребить все кончится в ней причина недуга мэри бедная девочка в ее власти истребите куклу и дьявол оставит мэри она воротится к нам она невинное дитя вот че сожги куклу уничтожь ее прошу не решай поспешно дитя должно ощутить последствия с моей слова не надлежит обсуждать исполняй если судья решал сжечь куклу то мэри не наблюдала за этим молча как в релизной версии игры а бросалась спасать свою куклу из жаров также в раскадровках я увидел сцену крайне нелепо выглядящую в игре когда компания оказывается в церкви и пытается выйти через черный ход снаружи нападает монстр и все дружно бегут к двери которая по логике находится в метре от этого самого монстра ну бред же в раскадровке четко видно что группа после нападения бежит совсем в другую сторону что уже не вызывает столько вопросов но самое главное отличие связано с монстрами на начальном этапе разработки демоны должны были вылезать из ада из трещин в земле шло какое-то свечение и дым туда же демоны утаскивали своих жертв с одной стороны это выглядело бы прикольнее и зловеще но немного не соответствовало основному лору игры по которому все эти демоны были всего лишь глюками в голове эндрю отказавшись от адского происхождения демонов разработчики не придумали ничего интереснее чем просто исчезновение в тумане нил макгауэр также принимал участие в разработке devil in me и обещал поделиться со мной раскадровками по этой игре я с нетерпением жду когда художник разберет свой архив и даст нам посмотреть чем же в итоге игра отличается от первоначальной идеи все в порядке сэр так что подпишитесь на канал ну и лайк прожмите чтоб не было приятнее ждать и всем добра демона ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви ну и слева смотри мари 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 и и мари Субтитры создавал DimaTorzok